Доброе утро! Конечно же, самый лучший кулинар на свете Чаба Бакаш, который наверняка придумал для нас что-то сегодня очень вкусное. Кроме вкуснятины от Чабы, у нас будет много полезной, интересной и веселой информации. Например, мы сегодня узнаем, кто участвовал в велогонке, которая в этом году проходила в ЮАР. Так, кто? Не поверишь, настоящий страус. Как? Наверное, он победил. Об этом узнаешь позже. Еще сколько километров проходит бильярдист за время одной партии? Ну и какие продукты полезны для хорошей работы? Мозга и сердца. Поговорим о сердечных делах знаменитости. Вы узнаете, кто из звезд изменил своим возлюбленным с нянями своих же детей. Отвратительно. Кто? Узнаем потом. Нет, хотя бы одно имя. Но, к примеру, Джуд Лоу. Нет! Господи, ну понятно, на месте няни его детей мечтала бы оказаться любая женщина, но Джуд. Но это же нехорошо. Кому, как не тебе, молодому папе, знать, что прелюбодеяние это грех? Ай-яй-яй. В общем, много-много всего интересного уже не терпится начать. Кроме этого, подписывайтесь на наши страницы Facebook, Instagram и TikTok. Начинаем. Костя, ты знаешь, какой сегодня день? Ну, мы еще в начале программы сказали 20 ноября. Ну, это логично, да. Ну, пятница. Да, вчера был четверг, естественно. Ну, впереди суббота. Ну, очевидно же. И? Ну и давай. Слушай, я предлагаю закончить этот разговор, это какой-то абсурд. Вот, день абсурда. Ах, вот оно что. Да, официально 20 ноября, день абсурда. Слушай, мне кажется, для украинцев день абсурда – это такой часто повторяющийся праздник. Костя, это не только в нашем календаре. Ты знаешь, в последнее время во всем мире, по-моему, какой-то абсурд происходит. И вот что с этим делать? А вот на этот вопрос у меня есть логичный ответ. Смотреть рубрику «День в истории». М-м-м. 103 года назад Украинская Центральная Рада приняла Третий Универсал. Члены высшего законодательного органа Украины не признали власть большевиков после Октябрьской революции 1917 года, а этим документом провозгласили создание Украинской Народной Республики. В состав УНР вошли 9 украинских губерний. Согласно Универсалу, Украина не отделялась от России, но власть передавалась Центральной Раде и ее правительству – Генеральному секретариату. Также документ закреплял основные права и свободы граждан, утверждал восьмичасовой рабочий день, государственный контроль над производством и создание независимого суда. Помимо этого, в УНР отменялась смертная казнь, объявлялась амнистия политзаключенным и национализация земли. Такое решение обострило ситуацию внутри общества и ослабило поддержку Центральной Рады. 78-й день рождения отмечает сегодня Джозеф Байден, новоизбранный президент Соединенных Штатов. Он родился в Пенсильвании в семье выходцев из Северной Ирландии. Ребенком страдал от заикания, из-за чего над ним часто смеялись сверстники. В колледже Байден серьезно увлекался футболом и бейсболом. Изучал историю и политологию в Университете штата Делавер. Позже стал доктором права и основал адвокатскую фирму. Уже более полувека Байден в политике. В 30 лет его избрали сенатором от штата Делавер. Тогда же в автокатастрофе он потерял жену и годовалую дочь. Спустя пять лет Байден женился на учительнице Джилл Трейси. В 87-м впервые баллотировался в президенты США, но снял свою кандидатуру из-за обвинений в плагиате. В Белый дом Джо Байден впервые попал в 2008 году, как 47-й вице-президент США. В администрации Барака Обамы он курировал внешнюю политику и 12 раз приезжал в Украину с официальным визитом. На выборах президента США 2020 Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков и обошел своего главного оппонента – республиканца Дональда Трампа. Приоритетами демократа стали единство американского общества, реформа здравоохранения, борьба с коронавирусом, климатическими изменениями и умеренная миграционная политика. После инаугурации в январе следующего года Байден станет самым старшим выбранным президентом США в истории. 20 ноября 1945 года в Германии начался судебный процесс над нацистскими преступниками. Работа Международного военного трибунала продолжалась почти год и вошла в историю как Нюрнбергский процесс. Суд проходил в Нюрнбергском дворце правосудия не случайно. Именно здесь нацистская партия регулярно организовывала съезды. На скамье подсудимых было 24 руководителя Третьего рейха, среди которых заместитель Адольфа Гитлера Рудольф Гесс, министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, маршал Вильгельм Кейтель и один из главных идеологов национал-социализма Альфред Розенберг. Их обвиняли в заговоре с целью совершения преступлений против мира и человечества, подготовки и развязывания Второй мировой войны. В ходе процесса состоялось 403 открытых заседания, было заслушано более 300 свидетелей и рассмотрено около 50 тысяч документальных улик. Но, несмотря на безоговорочные доказательства, обвиняемые не признавали своей вины. В результате большинство подсудимых приговорили к смертной казни, семерых к лишению свободы, а трое были оправданы. Нюрнбергский процесс стал первым в истории международным трибуналом, который признал агрессию тяжелейшим уголовным преступлением и привлек к ответственности высокопоставленных чиновников. А каким будет 20 ноября 2020 года, зависит от каждого из нас.